Сегодня мы обсуждаем фокапы продуктов. Друзья, какие были фокапы продуктов на вашей празднике и как именно вы выходили с этим фокапом? Есть пример, на самом деле, фокапа продуктов, в котором я поучаствовал когда-то. Значит, ситуация следующая была. То есть есть старая система, которая работает в бизнесе уже более 20 лет. Она была написана на Delphi, работала и в один прекрасный момент бизнес решил, что дальше развивать бизнес с существующей платформой уже достаточно проблематично, потому что она немасштабируема, с трудом модифицируема, очень долго поддерживаемая и так далее. И как бы самое логичное решение, которое было принято, это давайте напишем свою, потому что у нас есть как бы экспертиза в этом. Но никто не учел, что вокруг старой платформы уже образовался свой бизнес-процесс и новую платформу надо было строить изначально, сначала повторив тот процесс и только потом его менять. А в нашем случае мы сразу же решили сделать новую платформу по новому процессу и не учти, что все те пользователи, которые работали на старой платформе, они там работали все те же 20 лет. И поэтому вот это огромный антипаттерн, то есть если у вас есть вот такая вот задача, когда надо переписать что-то уже существующее, сразу ломать процесс ни в коем случае нельзя. Сначала повторите по текущему процессу, а потом плавно переводите на более модифицируемый и так далее. Это вот такое то, что было из жизни, то, что научила больше никогда так не делать. На самом деле, сейчас вот сижу, намагаюся так зарытиться все свои факапы и как-то так складно наделать что-то не. Ну не знаю, подібный на Андрея кейс у нас тоже был. Ну правда не мой факап, но рассказать можно. Про свои не всегда интереснее рассказывать. Ну вот та же самая ситуация. На самом деле там пошли, ну это не было факапом, как бы в кинцевом результате. Когда была система, которая тоже была больше 30 лет продажа, мы решили один день предписать. Там начали пробоновать величезненькие там UX solutions. Ну это система warehouse, то есть управление списковыми запасами. И мы решили ее переписать, она была написана IBM в 76-м году. Как бы такая же, знаете, черный экранчик, зеленые буквочки. И, ну, как бы все же таки, да-да-да-да-да-да. И, ну, власне, все же таки, ну давайте перепишем, там, мы начали продавать. Мы же вот так можем сделать, вот так можем сделать, вот так можем сделать. Тут таки новый UI, и тут все будет таки респонзив. И, ну, как бы, дали там, как бы, все клиенты, которые говорят, знаете, ребята, нет. Как бы, чего нет. Розумієте, у нас там близко 10 тысяч людей, если там не больше, працюют, как бы, с целью крикейшином. И вот, понимаете, они в складе, они же не айтишники, они там мышку не юзают. У них, как бы, ну, все дии, вот при приеме товара, при передаче товара, при внесенні каких-то змін, вот в них на, как это, на клитинной памяти. Вони вот просто руками вот так, клац, 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 и все зроблено, он каже. И при цьому вот эти все шорткати, шортки, то, как оно выглядит, где курсор перемещается по цьому на экране. Это все в них вот, ну, там, з волоком матери прийшло. Вот они уже працюють там в компании 20 лет, и вот вон в них 20 лет так, и их не можно менять. Потому что, наверное, чтобы их перевчитать, нужно потратить там десятки миллионов долларов, чтобы будет дорожче за целый весь проект, возможно. Поэтому, нет, переписывать мы не можем, и в результате вот всю систему долго, боляче, но переписывали на Java, но тупо с таким самым UI. Вот зеленый, да, это был JavaScript, это был React, это, как бы, тоже зеленый UI в браузере, и со всеми шорткатами. Ну, вот, ну, это не факап, как бы, но просто утримающее. Про факап я еще подумаю. Ну, я продолжу тему, наверное, у ребят, потому что они говорили про переделку чего-то, да, вот переделка процесса всего, но точно так же, даже когда процесс не меняется, они начинают переделывать, например, и дизайны делать, и дизайны, причем такие большие, комплексные, это то же самое, да, то, что сейчас я рассказывал, когда люди к чему-то привыкают, а это пробится. Ну, это ладно, совсем не бывает. Я, наверное, мелкие, только будут такие, точечные какие-то вспоминать, я записываю, как раз сижу. Первый такой, даже не факап, а факап, это то, когда мы делали приложение для винды, да, на платформе виндовой, нативные, и разработчики все сидели на маках. Ну, вроде бы как бы окей, но про шуткаты, да, про хуткей, люди просто не знают, какие хуткей есть на винде, они их не поддерживали, соответственно, когда люди начали, реальные пользователи пользоваться, да, они тыкают не то, а эти люди привыкли к маковским комбинациям клави, да, у них совсем-совсем все другое было. И, опять же, это, наверное, не факап, как вот единое такая вот, ну, произошедшее событие, случившись, да, это скорее, наверное, антипаттер такой продуктовой разработки, это когда мы, когда у нас какая-то идея появляется, гениальная, какой-то новая фича, большой, маленький, переделка чего-то, очень часто мы прыгаем непосредственно на пилить решение, вместо того, чтобы покопаться в зоне, в области проблем, ну, то есть есть область проблем, есть область решения. Мы такие, о, даже если мы такие, ну, наверное, мы знаем, какая проблема есть, скрывается, мы берем вот самый такой, а-а-а, который светит в марте, да, но всегда же из дерева проблем, но все вот эти дела, ну, часто мы там просто не копаем и сразу пилим. И часто это все приводит к такой, как сказать, правильно, фича-крип, ты не знаешь, такое понятие, фича-крип? Скоуп-крип, да, фича-крип, когда фичизм, да, когда у вас бэклок из, там, стерцегуляторов задач, и вы туда поднакидываете все время, и каждый раз у вас, там, берется сверху 2-3 задачки, а все остальные, где-то там, бэклок, есть отличный мем недавно, как раз, типа, у меня есть основная задача, отнеси ее к бэклок, он такой идет, такой, бэклок еще ниже, он спускается, там, монстры такие сидят, не жалко тебя, и пристреливают их. Примерно так все и происходит, да, вот, когда мы развиваем продукт, вот, типа, делаем, окей, пришла идея, делаем, неважно, да, не разбираюсь, нужна она или нет, то есть, может быть, опять же, как антипатор, мы не умеем говорить нет, нет стейкхолдеров, нет еще кому-то, кто с фичкой пришел. Коллеги говорили про певні факапи, які би я, мабуть, віднес до технологичного линзи, да, а есть еще організаційний рівень, я вам скажу, я десь буду еще на організаційному рівні, да, знаходжусь, а вот вам невелика касочка, вирішила велика компанія за иноземным капиталом, оборот до миллиарда долларов, да, з традиційної галузі, зробить стартап, у них появилась классная идея, да, и вирішила ця компанія, що в них є гроші, у них є идея, залишилось, ну, все ж просто далі, да, і дівчина, яка відповідає за те, щоб це стало явью, вирішила, що потрібно набирать людей, вона приходить в відділ HR, і говорить, мені потрібен, ну, окей, в кінці вона зрозуміла, що треба було спитати, мені потрібен продактованок, да, вона говорить, мені потрібен отакий от спеціаліст, ну, вона починає його описувати, ну, і ви розумієте, получається, що так, як мині-СО, да, от він і то, і то має, от і так, і так, а HR-и говорять, це прекрасна, суперзадача, ну, звісно, ми її зараз виконуємо, який код по класифікатору, хей, от зараз я по реакції зрозумію, хто, хто із корпоративного владі корпорейців, а хто ні, ніж дивіться, хей, це така спеціальна, значить, у HR-ів є, ну, така біблія, да, де от всі, про всіх все написано, да, і от коли їм когось треба найти, от там треба найти підходящий опис, да, і повернути код, от вони по цьому коду працюють, а хлопці пішли, перечитали всю цю штуку, і не знайшли там, ну, такого немає, ну, немає, вони говорять, там такого немає, і HR-и говорять, ну, ми не можемо прихати без кода, ну, ми втратили два з половиною місяці, да, коли одна служба пихала іншу, щоб почати, ну, розумієте, найти людину, да, а ні одні, ні інші слів не знають, от взагалі ніяк, а це був факал, випадково вони прийшли до мене і говорять, і де ж таких людей шукати, де вони водяться, да, тут вони узнали такі слова, як акселератори, інкубатори, тут вони узнали такі слова, як бізнес-ангел, вони такі, вау, вони узнали, що є слайд-энджелс, там, бізнес-энджелс, де їх було зареєстровано, значить, два місяці було втрачено, поки вони не прийшли, не почули правильні слова, і, в принципі, наша IT-служба знає правильні слова практично випадково, да, в нас немає таких задач, да, це інтерес мій, там, що деяких колег просто цікавиться предметною областю. Таким чином, у корпорації є ідея і гроші, но абсолютно немає capability, да, шукати людей. Взагалі, вони не знають слів, вони не знають, откуди коней запрягати, як почати, як закінчати. Фак-ап номер один. Фак-ап номер два, це та ж сама історія, ідея та, ну, всі ті самі, да, дія-друга. Найшли, найшли прекрасного продактовування, реально, при нічі, який, от, правильний вибір, да, у нього, значить, один успішний стартап і три неуспішних, ну, сексес, абсолютно сексес-сторі. І він приходить, і вони приходять радиться зі мною, і я їм говорю, слухайте, нам потрібна додаткова Єрособа під це, нова. Відкриємо нову Єрособу. Вони такі, ой, ні, це, це юристи, це, ну, ні, ні, невозможно, ну, нова Єрособа, ні, неважливо. Що вони призімляють в оцей стартап, призімляють віснуючу Єрособу. Вони сказали, окей, ми виберемо поменше, ну, не в найбільше, розумієте, ну, це холдинг, холдинг, ну, там, порядка 15 єросів, так. Вони виберуть таку, поки я беру, значить, от, знижені пітірки, говорять, от туди, ось цей, приходить хлопчина, говорять, мені потрібно купити для мого, от, нового співробітника, Macbook. А, одним словом, якби я не навчаю його обгодити в бухгалтерію, там, що знаєте, так, от, коли довго корпорації, ти вже знаєш, ну, от, як, от, правильно, да? Тобто, факт номер два, це спроба оцей продукт, і, фактично, це стартап, якого абсолютно новий продукт, нова бізнес-модель, да, призявляти на існуючі єросови з існуючою культурою, да, де бухгалтерія, там, а де ваша 25 кількості, ну, розумієте, да, от вам, от вам процедура, який почитайте її два місяці, бо ти не знаєте, як там вам наше спробити. Да, і факт номер три, я б називав, ви знаєте, з організаційної точки зору, якщо ви трохи почитаєте, наприклад, Талеба Насима, людину, яка получила також останню премію Нобелівську по економіці, да, що таке агентська проблема? Ви знаєте, що таке агентська проблема? Дивіться, от, в мене є гроші, да, я наймаю менеджера, щоб він з цих грошей зробив ще набагато більше грошей, да, і він там, от, експерт в президентній області, і бла-бла-бла, да, так от, коли оця людина, да, вона агент, тобто я є суб'єкт, а він агент, да, тобто між ринком і моїми грошима і мною є спевний, що я агент, який має в моїх інтересах дій. Коли ця людина нічим не ризикує в принципі, да, там відбувається перенос, ну, несиметричний перенос відповідальності, розумієте? І ми стихнулися з тим в повний зріст, в, один із стартапів розробляється, ну, на наших, там, плюс-мінус, там, Україна, Білорусь, оці території, да, нам досить пощастило з виконавцем, а ребята, які сидять в Берліні, я, взагалі, не бачу, що їх щось мотивує цю в житті, чесно. Ну, от, єсть німці, вірюйте себе німцям, ну, які у вас проблеми були? Оце у нас курс долара, у них курс долар, ну, курс долар, що таке долар, вони мене бажають, курс долар. Ну, розумієте, у них абсолютно, ну, там, доход, да, що таке доход, для чого від тобі нам, да, гроші зароблять, для чого, ну, от, розумієте, сидять ребята, а вони все хорошо в житті, да, і вони кажуть, давайте, заробляйте гроші, вони, для чого, у вас такий класний реактор, ну, у нас все так класно, у нас, ну, чого, все ж хорошо, ну, чого, прийшли, і все, я дамо, гроші заробляю, для чого, у нас, от, єсть Macbook, у нас, є OpenSpace, Kanban-дошка, у нас все є, але все хорошо, гроші, да, і, і, от, проблема агентська, як мотивувати отих людей, які мають витягувати продукт, виражувати його з ось цей малюсінький зернини, то хоча б чого, щоб стояло їм там, від найменшого подиху не гнулося, да, це теж факап, я, я вважаю, це факап, але так, да, по-перше, двом факапам рішення очевидні, да, це потрібно таки находить, по-равильні слова, і робить окремі, абсолютно нові структури, да, нові структури, для нових продуктів, нових бізнес-моделів, то по-третє, поки що, ну, от, може, нобелівського аріата, це супер, може, він там щось сказав, хороше, як рад це, ми рішили, так, питання було? Так, а в итоге вони дошли до нового юрліця і менеджерських місців пацієнтів? Вони нині йшли, разом з тим, я просто зайняв позицію дуже жорстку категорично їх прискорювати всіми доступними неформальними способами, це моя позиція, і, ні, ні, вони запустили продукт, вони вийшли в продукт, вони запустили бізнес-моделю, у них вже є замовники, але це все відбувається, ну, обмеження, скажімо так, по швидкості, виходу на ринок, розгортання і так далі, абсолютно не всередині цієї команди, розумієте, а в оточенні, а в оточенні, і це ще не по-долу, ну, зокрема, ще один прострій привод, є така штука, та називається Shadow Operation Center, оце така, має функцію переймати якийсь, ну, конвейер бюрократії, ну, Shadow Operation Center, конвейер бюрократії, так, і вони приземлили частину їхнього бізнес-процесу на цей конвейер, ну, так, вони плачуть, вони, вони приходять, то, от, уже затягали цю аналогію, так, ну, чужі і хищники, а я це бачив, розумієте? Ті їм слово, і вони вас стоять, вони слово говорять і просто облимують, ну, вони з різних сітів, розумієте, ці люди? Ті говорять, так, давайте процедую, ці говорять, так, нам що? Все, ну і... Дякую за перегляд? Так. Я попытаюсь чуть-чуть быстрей рассказати один или два факапа, ну, один, а то все. Можете, у нас еще какие-то вопросы задавати? Возможно, не. В общем, у нас, если что, продукт, я являюсь основателем в том числе и продукта, продукт такой B2B маленькая, B2B большой и B2E как Enterprise. Ну, значит, все время нам надо было сделать одну рассылку и написать пользователям всем о том, что вот мы выпустили какой-то там функционал. К этому моменту человек, который у нас запрещал за рассылку... Да, кстати, прежде всего я расскажу о факапе, факап мой, а не человек, если что. Вот, но сейчас, может быть, сказа показалась, что это человека. Нет, это мой. Значит, и он должен был сделать эту рассылку и он там в качестве нашей обычной процедуры он меня заслал на проверку. Я был в этот момент там в командировке, то ли там тренинг какой-то, то ли еще что-то такое. Ну, я так глянул одним глазом, все нормально, засылай. Значит, ну и он отправил. В ней были битые ссылки в этой рассылке, а рассылка, если что, у нас на 20 тысяч человек на тот момент ушла, или там 25. Вот, то есть, по сути дела, мы сказали, у нас появилась новая там какая-то штука, вот вам ссылка. А, ссылка не рабочая. Буквально через, там, 5 минут даже быстрее начинают сваливаться назад в реплай. У нас почта отсылается, ну, как бы это на Тифай, собачка там, бла-бла-бла. Но, если туда пишут, то это прилетает мне в первую очередь, потому что мне приходят копии со всех ящиков, которые там у нас принимают не людей, а вот ну, как бы роботов. Я вижу, что люди начинают это быстренько советовать. Я сажусь, ну, говорить, что ссылки не работают. Понятное дело, что не все еще прочитали, ну, не все 25 тысяч человек сразу сидят зачитать. Я сажусь, ну, пишу, как бы, слушай, ну, что за дела? Проверю. Он такой, блин, точно проспустил. Говорит, я там, ну, ему рассказываю, в общем, где-то 2 часа, по-моему, заняло у нас то, что такое. Я немножко успокоился. Он немножко успокоился. Я сказал, не обучил. Вот. Ну, и он говорит, ладно, все, я все сделаю. Все нормально, все закрою. Я ему задаю пару вопросов, что ты собираешься сделать. Он такой, ну, я предлагаю написать повторное письмо. Ну, в котором там все сделано. Я так приседал. Потом говорю, да, это, наверное, самый правильный вариант. Вот. И говорю, ну, давай. Ну, как бы не сегодня. Сегодня пусть уже там, он что-то не спамит, но пусть уже завтра. И на следующий день он такой, типа, посыпает голубев, он говорит, все, я сейчас вот, ну, как бы, да, правду ссылает письмо на проверку меня. Ну, я такой, типа, ну, в этот раз нормально уж точно будет. Картинка очень прикольная была в письме. Там такая, вы знаете, обезьянка такая, она такая нарисована. Была, в смысле, нарисована. В фотографии там было написано, что примерно следующее вначале. Мы тут как бы профокапились, послали вам письмо с такой вот штукой. На самом деле это вот, там, это наш контент-райтер. Значит, он, значит, стоит возле доски whiteboard. А, chartboard, как это? Ну, в общем, возле доски мелом пишет, типа, я так больше не буду. Бедняга не знает, что следующего раза не будет. Вот. Ну, и дальше там изменения какие-то, настоящая ссылка. Если вам кажется, что все нормально, в принципе, с письмом, то это потому, что у нас с вами менталитет примерно похожий. У белорусов, у россиян, у украинцев, как бы, я думаю, примерно похожий. В течение двух часов я получил 200 плюс писем. Не увольняйте. Не увольняйте. Это было самое минимально хорошее. Там было примерно такого, I have no respect to the company that treats her employees like that. Короче, я, вот в первый раз я подумал, что я немножко провалился под землю, а в второй раз я уже вылез с другой стороны планеты, потому что, ну, как бы, это был полный пипец. Вот. Дальше у меня стоял вариант, что делать. Вот. Ну, если хотите, расскажу. Ну, я попытался посоветоваться с другими оунерами продуктов, которые, ну, может, не сталкивались именно с такой ситуацией. Был вариант такой написать еще одно письмо. В этот раз, может быть, наконец проверить его самому. Вот. Или написать его самому. Был вариант ничего не писать, вообще никак не реагировать, ну, там, сделать вид, что ничего не произошло. Как бы такое. Ну, еще какие-то были, но я их уже особо не помню. В общем, что мы сделали... Знаете такой термин рефрейминг? Кто-нибудь, да? Ну, в общем, пришлось вначале, я сейчас скажу, что это такое, пришлось вначале немножко для самого себя отрефреймить саму проблему. Вот. Потому что, честно сказать, это сейчас я рассказываю про это, так, ха-ха-ха, хихи, что, правильно, нормально там, да? Еще на 20 тысяч человек, да? 25 на тот момент. В общем, я очень сильно переживал. Вот. Особенно после вот этих вот, как бы, писем. То есть я очень, как, близко к сердцу это все понимаю, потому что я создатель всего этого, я ассоциирую себя с продуктом. Есть такой же термин. О, не ошибаюсь. Вот. Я, как бы, я считаю себя нашим продуктом немножко. Уже нет, слава богу. Тогда считал. Так вот, что я сделал? Я вначале попытался к этому отнестись по-другому. Это заняло примерно несколько часов. В чем это выражалось? Мне просто со стороны ребята посоветовали и сказали, слушай, на самом деле это очень хорошо. Сейчас ты сядешь, напишешь вот этим людям ответы, всем, которые тебе написали. Остальным рассылать не надо. Зато ты узнал, что для твоей аудитории, насколько важны определенные ценности. Насколько это существенно. Ты никогда бы этого не узнал. Я сел, написал всем вручную письма, объяснил каждому ситуацию в зависимости от того, что было в первоначальном письме. Включил копию своего коллегу, написал, что я полностью понимаю. А некоторые писали, как вы вообще там, как это... Я не имею еще в том числе уважения, они писали к фаундеру компании, который как бы блеймит своих сотрудников и так далее. Ну, понятное дело, что никто никого не блеймил. Ну, по сути дела. И надо было это объяснить. Ну, я написал письме, каждому я жду, там, индивидуально, что так и так, криво, это моя вина. Это я пропустил письма. Сотрудник жив-здоров все нормально, продолжает работать. Мы неправильно сформулировали, вот, все, ситуация очень кривая. И не извинялся. Мы там давали, там, бесплатно, по-моему, тоже попользоваться инструментом заодно за это. И я еще спрашиваю в конце, ребят, а что вы писаете в данной ситуации? Мне послать третье письмо-рассылку или еще что-то? На все письма, которые я отправил, я получил 100% ответов личных от каждого со словами о сорян. Типа, ну, раз так, мы поняли, что вы неправильно сформулировали второе письмо и так далее. Очень круто, что вы так заботитесь, что лично фаундер компании садится, пишет письмо. И, короче, мы получили еще более лояльных, скажем так, наших клиентов, когда они увидели, что на самом деле это была просто ошибка, которую признает вся компания и дистоников не блейм. Вся история. Особенно реально. Сколько было моих уточных писем? Три. Где-то в районе то ли 50, то ли больше, ну, что-то такое, то есть там, ну, не все отвечали, но где-то, где-то, по-моему, так. Ну, это заняло один день у меня, по сути дела. Понятное дело, что я не написал, что все с нуля, я там некоторые вещи копипастил в ответе, но в зависимости от письма, которое приходило ко мне, смотря, что мне говорили, что у нас пипец компания, пипец я или еще кто-нибудь, мне потребилось по-разному там извиняться и так далее. Может они советовали писать третье письмо? Нет, все сказали, не надо спамить, этого достаточно сказали. Спасибо, что вы ответили. Питаниями, маленький коментар. Читка статистика ФНСІДЖИ показывает, что из 25 людей, которые недовольны, скажут, что приходит один. Ну, понятно. То есть, с каждым таким нужно общаться так, начать, что не одна человек прошла 25 лет. Понимаете? Потому что в психиции людей начать конфликт, написать что-то в ответ на что-то, до такого приходит очень-очень маленький. Как правило, люди говорят, а, они там все будут идти. И все. Немало, что им говорить, да? И все. И пишет. То есть, галочку поставить, пишет. И это классный способ. Здравствуйте, меня зовут Катерина. Я бы хотела попросить вас, исходя из опыта, начинающим продуктовым, хотя бы по одному совету такому, который самый-самый важный, я считаю, нужно обратить внимание на свои соединки начального развития. В принципе, парада, если двумя словами, думайте, как предприятие. Думайте, как предприятие. Спринимайте продукт, как невеликое предприятие с замкнутым циклом. Да, и вы вот за предприятие, да. Думайте, как предприятие. Да, я скажу в двух словах. Напевно, зі своего боку, просто якийсь досвід такий по карьері. Ну, парада насправді одна. Завжди дивіться і шукайте фидбек. Якби, чи це фидбек на вашу роботу, чи це фидбек від клієнта на вашу роботу, чи від команди, чи фидбек на ваш продукт, чи фидбек вас самих на себе, я на це почуваю. Щоб не повторяться. Сделайте так, чтобы ваша команда, с которой ви будете работать, она, а, общалась друг с другом, ну, между собой, всегда общалась, да, чтобы они были синхронизированы и понимали, что они делают и почему они это делают, для кого они делают, и что хочет бизнес. И чтобы они общались с другими командами, если они есть. Потому что общение с другими командами настолько же критично, что и общение внутри команды. Особенно, если это большие продукты, там есть зависимая часть, если они все делают где-то... Господи, в отрыве друг от друга часто это выходит плохо. Но это, по крайней мере, лично знову, если они не общаются. Даже если написано красивое классное ТЗ, все сделают по-своему. А потом, когда все придут на демо, пока... Я, во-первых, переклеюсь к этому ответу, буду повторяться. На замечательной книжке, по-моему, Марти Кагана «Inspired How to Create Products that Customers Love» он говорит, что Product Owner — это the CEO of the product. Вот просто звучало уже, и это мне очень близко, это так. Вообще, если разделиться на две части, есть как бы Product Development, а есть Customer Development. Вот я думаю, что Product Owner очень часто становится, на мой взгляд, не очень успешными, потому что они вот фокусируются на второй части, на Product Development, а не на Customer Development. Так я рекомендую, если не знаете, что это за термин, узнать его и туда очень сильно погрузиться, потому что, мне кажется, это важнее, чем личное мнение. Это же личное мнение, можно, поэтому личное мнение — это важнее, чем Product Development, если что. Все это правильно. Там есть мнение у дефицита. Ну, в том, что сказало, там дефицит, точно. Или вот так, право. Ну, я соглашусь со всеми высказываниями, которые были сказаны. И от себя еще добавлю такую вещь, что в начале пути самое главное — это набираться опыта. И поэтому я бы хотел вам посоветовать — экспериментируйте. Есть огромное количество инструментов, и заранее неизвестно, какие инструменты сработают именно у вас, либо сработают где-то еще. Даже если вы слышите от кого-то, что абсолютно такая же ситуация у кого-то была. У всех по-разному. Поэтому не бойтесь экспериментировать, не бойтесь делать ошибки. Но обязательно после каждой ошибки необходимо делать ретроспективу и выносить выводы из нее. И тогда у вас все получится. Спасибо. Спасибо.